Дети от 7 до 15 лет Малыш и Ромашка Мы говорим про легенды, про миф и через цирковое искусство хотим показать нашим детям и рассказать нашим детям о том, что патриотизм, патриотика – это любовь к родине. И нужно родину свою любить, знать ее корни, знать традиции, знать историю своего народа. На новогодние елки главы традиционно награждают отличников учебы, спортсменов, активистов, а также тех, кто в сложной жизненной ситуации. В этом году их ряды пополнили дети участников СВО. Я попал сюда, потому что в олимпиадах школьных участвовал. Это вообще классно здесь. А в каких олимпиадах участвовал? По математике первое место занял и по всем предметам в городскую четвертое. Молодец. А в каком классе учишься? В четвертом. Растет математик будущий. Кем хочешь работать? Программистом. Очень понравилось. Она интересная. Интересная. Как ты здесь оказалась? Ты хорошо учишься? Да. На пятерке учишься? Да. В олимпиадах участвуешь? Да. Выигрывала олимпиады? Ну, я некоторые выигрываю. С первых по третьим. А в каком классе ты сейчас? В третьем. В третьем классе? Твой любимый предмет какой? Русский язык. Выигрывала олимпиады по русскому? Да, второе место. Ну и какая же елка без новогоднего подарка? Вот он, собственно, так выглядит. Подается в таком красивом шопере. К нему также в комплекте идет вот такая новогодняя открытка от главы республики. Ну и, собственно, сам подарок. Посмотрите, какой он красивый. К слову, такой вы в магазине точно не найдете. Все потому, что их делают на заказ и везли из другой части России. Обратите внимание на упаковку. Здесь вот символы по восточному календарю. Год кролика, год собаки, год свиньи. А если заметите, там есть такой небольшой шов. Это значит, что каждый этот символ можно вырезать и использовать как новогоднее упрошение. Этот праздник, который мы устроили для детей, это вот еще раз отмечаем лучше. И, конечно, мы даем такой посыл, что каждый может расти. Каждый ребенка ждет успех, если он будет трудиться. И будут трудиться родители. И обязательно подарок сладкий. И вот хочется, чтобы у детей было и их родители все хорошо в будущем году. Для создания сказочного настроения организаторы завезли три фуры декораций. В фойе детей развлекали аниматоры и аквагримеры. Несмотря на то, что сегодня новогодняя елка главы Бурятии завершилась, праздничное выступление цирка Бурятии еще можно увидеть. Оно будет идти в ФСК до конца года и захватит еще первые числа января. Возрастное ограничение 0+. Александр Зуев, Артур Зверджевич, телекомпания АТВ.